добрый день сегодня хочу похвастаться своими новинками я нашла наконец-таки вот такой вот микроссориум микроссориум крокодил называется у него листики смотрите какие как кожица у крокодилов 3 как кожа крокодили вот новенькие уже вайки не такие прозрачные прозрачные светленькие такие прям неженки неженки на коньки такие и прям совсем от рисунок сильно-сильно на них виден так вот очень-очень интересный такой красоту на мой я очень долго его хотела я увидела у одного блогера стали что ли у него он огромный конечно гигантские такие листья жирные такие красивые и я прям вот заболела мне так понравился он я искала долго находила то далеко то в армавире нам далеко как-то почта не хотела получать тем более все пишут под вашу ответственность типа ну не хотела сарате вот и нашла здесь очень-очень рядом оказался магазинчик у них вот была такая красотка вот я взяла теперь еще новинка у меня такая посмотрите какая прелесть посмотрите какие листики и вот теперь вопрос к специалистам вот новые вайки вопрос такой я нашла название этого папоротника ну понятно что это нефролепис это все понятно и вот в одном месте я нашла название нефролепис досада варигата а в другом месте я нашла нефролепис тайгер что это на самом деле я не знаю специалисты пожалуйста помогите ответьте мне на вопрос что это у меня такое чтоб я знала как зовут моего красоту на ну очень красивый я не знаю если видно вот это вообще он во первых же желтый какой-то он же не салатный не желтый какой-то цвет вот ну прям вот ну прям прям я в восторге в восторге тоже кстати но я хотела тайгер найти когда нашла вот этот вот экземплярчик название хозяйка вообще не знала никакого то есть мы его купили без названия но вот ну если и стала искать вот лишь говорю сегодня начала искать и вот нашла в одном месте это варигатная досада а в другом месте тайгер вот кто на самом деле у меня такой красотой я не знаю вот дальше дальше у меня вот такие две красотки это опять же без названия как обычно у меня все нефролепис ажурный в литературе посмотрела мне пока ну вроде как это нефролепис ажурный марий мариса или как-то так вот посмотрите они будут разные вот у меня один у него как как желтизной внутри желто-розовые такие какие-то бурые не бурые но и не розовый но не знаю какой цвет это сами вайки с и такие салатные вот вайки довольно таки длинные вот у этой вот смотрите вот они длинненькие такие вальчики эти более компактные маленькие молоденькие листики а вот по старше листики они уже такие длинненькие у той вот еще одна она просто салатная если это с такой с красными красновинкой розовинкой какой-то то это просто вот он салатный и у него нет таких ваек то есть вайки все коротенькие они все создают вот эту вот ажурность они прям вот они шариком растут я из-за чего купила себе вот такой горшок я хочу девочку с прической вот он у меня сегодня я пересажу и вот так он у меня будет вот так будет девочка и ну вот так вот так прическа вот я так думаю что будет прикольно смотреться вот а вот это тоже сегодня я буду снимать видео а я посмотрела мне очень понравился я у одной блогерши увидела такой вариант посадки в бокалах вот в таких бокалах бокалы я купила теперь они у меня есть и я так думаю что сегодня я вот в этот бокал вот так посажу вот этот вот нефролепис я думаю будет великолепно смотреться это вот они будут вайки вот эти вот одевать вот так стакан этот бокал но я думаю будет очень красивая картинка вот но смотрите сегодня следующие видео будут уже по посадкам а и вот еще хочу и вот этот у меня нефролепис я снимала до этого видео это который вот с бусиночками на листиках бусинки у которого видно видно не видно опять не вижу вот я его тоже хочу вот сюда посадить вот в этот бокал тоже представьте вот эти вайки они жесткие такие длинненькие он прям жесткий если вот допустим посмотреть вот на этот мой нефролепис обычный тоже не знаю название то у него свисают вайки то этого за счет того что он жесткий они просто вот так вот в сторону торчат ну то есть он прям жесткие вайки у него не вот и ну вот я так думаю что вот здесь он будет вообще великолепно он такой нежный изящный такой изысканный и вот в бокале я так думаю будет очень красивая картинка смотреться вот дальше что дальше это это показала это это показала она опять же вот за вот эти вот мои нефролеписы специалисты пожалуйста подсказывайте что это такое у меня я не знаю я я же говорю опять купила все без названия и вот эти два нефролеписа вот они даже видите по цвету это более такой бурый а это более такой салатный и у этого я же говорю вайки длинненькие у этого все короткие и более такие при прижатые помогите определить их названия красавчиков вот и что еще и все наверно в этом видео все вроде больше ничего не хотела кстати я вот это тоже вот вот от этого нефролеписа который я сейчас бокал буду сажать который вот с длинными вайками который бусинками вот я тоже его высадила отдельно вот вот такая корзиночка у меня еще получилось бокальчик такой не бокальчик и не знаю баночка вазочка вот вазочка вазочка с нефролеписом вот так у меня еще получилось тоже мне очень нравится как смотрится здесь просто мог сфагну то есть смотрится довольно таки ну не знаю мне нравится вот прям картинка вот это очень неплохо смотрится в бокалах я тоже буду сажать я скорее всего на дно как у меня вот в этом покажу здесь как у меня вот здесь посажен я скорее всего вот здесь смотрите сперва у меня как он галька не галька как кварц не кварц вот этого кварца я насыпала чуть-чуть на дно потом я кинула кору потом посадила в кору в кору я еще добавила чуть-чуть осмокот гранулки кинула потом я посадила уже папоротнички и сверху закрыла с мохом сфагнумом живым и сверху положила кору вот видно не видно не знаю положила кору и все и вот они у меня крошечки вон там такие растут просто вот я не знаю если рабочий стол был бы вот на рабочий стол очень интересно такая композиция и не потихоньку растут причем уже войну вы у меня там лезут а вот крошечки пустили новые крошечные вайки то есть им там микроклимат свой им очень комфортно и так растут и смотрится очень эстетично не знаю мне очень нравится как вот в бокалах стекле как это смотрится вот так что дальше я буду снимать вернее сажать уже ну и буду снимать конечно видео как как буду сажать впервые у меня будет такой опыт сажать вместе с вами кстати еще что я купила для своего аспарагуса вот такую вот ложку керамическую я хочу его сделать ну как композицию составить там композиции я хочу что я хочу я буду снимать и буду рассказывать что я хочу я хочу типа скал сделать там потом вот посадить этот аспарагус это будет как дерево ну то есть создать именно композицию не просто посадить эту ложку а создать что-нибудь интересное я очень много видео смотрела мне очень нравится у кого фантазия есть кто может это придумать а не содрать как я вот они но такие композиции составляют и мне очень нравится и я вот сын мне ее не отдает я покупала этот аспарагус именно вот для композиции но долго не могла найти кашпо под нее чтобы я думала либо стеклянное блюдо с бортами какой-то типа тортница вот такая с этим но вот не могла найти не могла понять а у него стол компьютерный где стоит этот аспарагус он у него темного темного цвета что не темного черный с красной каймой и я думала либо красную надо то ли плошку эту либо черную плошку и вот вчера в бау-центре чисто случайно вот нашла вот эту плошечку вот и как раз и место остается получается под фантазию дальше под что-то придумать ну короче тоже будет сегодня видео тоже буду снимать вот ну все спасибо всем до встречи в следующем видео